У нас на районе В прошлом как музыкант Как диджей, как радиоведущий Сейчас Сергей занялся общественной деятельностью Это у меня факультативно И вот насколько успешно у него Продвигаются дела в этом отношении Мы сегодня поговорим Ну и конечно же озвучим ваши проблемы Друзья мои, напомню, у нас есть телефон прямого эфира 333-25-22 Звоните пожалуйста, не стесняйтесь Рассказывайте какие проблемы у вас творятся на районе Все что угодно, что там происходит Постараемся решить их Ну и конечно не забывайте про WhatsApp 8909-409-400 Сюда присылайте свои сообщения С тем же содержанием Это радио Комсомольская правда Ростов И программа у нас на районе Сереж, вот этот проект Красавец военвет Да, о котором мы сейчас будем говорить Я недаром спросил Без кавычек красавец Давай немножко Расскажем Потому что военвет Никогда не был так известен По-моему в Ростове Да, действительно Мне кажется, что сейчас военвет переживает Такое Возможно первое рождение Вообще своей популярности Для тех, кто не знает Что такое военвет Ну вот я подозреваю Есть такие Конечно, есть люди Которые вот пристают Слушают сейчас радио И такие А что за военвет Это маленький Очень маленький На самом деле Микрорайон Города Ростова-на-Дону Он основан Где-то в 32-м году И один из девизов Который мы придумали Для военвета Это основан в 32-м Все еще в 32-м Дело в том, что Я родился В этом микрорайоне В 73-м году Прошлого века Прожил там Благополучно Где-то 16 лет И вот Буквально В 89-90-й год Я переехал на западный После этого я жил на западном После этого я уехал В Москву на 12 лет После этого я уехал Из Москвы Так как очень сильно там устал Уехал в Таиланд На 3 года И вот Прекрасным днем 31 декабря 2014 года Я из Таиланда Где я прожил 3 года Вернулся обратно В Ростов Я не сразу попал На военвет Но силой Так сказать Семейных обстоятельств В общем Последние пару лет Я там живу И я вернулся Прямо Как сначала Мне показалось Что вот Я вернулся Машина времени Машина времени Абсолютная Ничего не изменилось Ничего не изменилось Я стал смотреть вокруг И первое Что я почувствовал Это ужасающая депрессия Мне было очень плохо Я смотрел из окна Я ходил в магазин Я видел Все то же самое Что было В общем-то 20-30 лет назад Ничего не поменялось Для меня это стало удивительно Дело в том Что я не умею Не умею писать письма В администрацию Не умею общаться с чиновниками Не приемлю бюрократию Ну то есть У меня не получается Да я подумал Что я могу сделать Собственно Для района Не просто Жалуясь Там Или ну вот Какие-то действия Что я могу сделать Вот максимально Хорошо То что умею я Я придумал Это было незадолго До чемпионата мира Я придумал проект Который бы Рассказывал О военведе В фейсбуке В инстаграме Это классические Икаунты Обычные И я просто Рассказываю о том Что происходит На военведе Изначально этот проект Вообще ввелся На английском языке Это была такая Шутка Чтобы Его задача Описывалась Как чтобы Перед чемпионатом Чтобы туристы приехали И посмотрели На экскурсии на военвед Ну естественно Никто не приехал Собственно Чемпионат прошел И я переименовал Этот проект На русский язык Он стал называться Красавица военвед На данный момент Это два аккаунта В фейсбуке В инстаграме Скоро мы запускаем Вконтакте Это Порядка 420 подписчиков На все аккаунты И где-то в неделю Нас читает От 7 до 8 тысяч человек То есть Ну на самом деле Очень Немного людей Это небольшие цифры Я считаю По нынешним меркам Совершенно Но Дело в том Что Последние несколько месяцев Я вижу Что люди прониклись Этой историей Мы Ничего Вот такого То есть Мы не делаем чернуху Или Мы не приукрашиваем То есть Мы просто постим Вот как есть Сейчас на военведе То есть Вот конкретный дом Конкретное место Конкретное время Конкретная мусорка Вот Это стало внезапно Давать результаты Понадобился вот год Там или даже больше Мне все было интересно Когда вот например Администрация там Октябрьского района Или Руководитель нашего города Я забыл Как он сейчас называется Раньше был мэр А сейчас Сити менеджер Глава администрации Да Вот даже видите Название у нас Руководителя города Оно иностранное Да Не глава Там Не знаю Не там голова Городской голова Вот раньше Глава сити менеджер Городовой Да Городовой Ну вот что-то такое Начинается Мне просто Мне просто интересно Потому что это такой Социально-творческий проект Мне интересно Когда они все-таки Вот отдуплятся И начнут обращать внимание Вот Ну потому что Вот Ну то что реально происходит Да За это время я узнал Много интересного Исторически Военвед Расшифровывается Как военное ведомство Это был район военных Там жили военные Или дети военных Которым давали квартиры Вот в 70-х годах Там было все прекрасно Потому что Два солдата из стройбата Заменяют экскаватор Да Всегда все было хорошо Всегда было чистенько Всегда все строилось Ну в общем-то Было прилично Это был очень приличный район Сейчас мы в шутку говорим Что это гетто Но по факту Это всегда был Очень безопасный Некриминальный Приличный район Потому что жили военные И там вот как-то Это все поддерживалось Насколько я понял Последние там годы Проходила передача Земли от военных Городу И например двор Дома авиамоторная 9 Который просто я вижу Каждый день И я его фотографирую И показываю Я выяснил Что он не принадлежит Никому Потому что Это загадочная история Я вам сейчас ее расскажу Она вообще не загадочная В смысле она была сначала А загадочная Дело в том Что вот там есть двор Вот авиамоторная 9 Улица Тульская Аганово И там вот Я насчитал 27 ям После чего я перестал считать И это ямы Это не просто ямы Это ямы критические В которые машина Ну не может уже заехать Первое что я сделал Как общественный деятель Проявляю общественную инициативу Я думаю Есть приложение Активные Ростовчане Мэрия выпустила Вроде все Прям в мэрию уходит Думаю Ну дай как бы А что Что должен сделать Активные Ростовчане Но он должен По честному Все эти ямы Сфотографировать Туда отправить Я отправил Там по закону Что-то типа 500 должно быть голосов Нет 500 голосов Это там за инициативу А здесь просто По закону Они должны В течение месяца Ответить Они отвечают Четко на 30 день Причем не сразу В рамках закона В рамках закона Надо несколько Послать одну и ту же яму Чтобы ее ответили В общем В результате Такой Несколько месячной Скажем так Вялой Прямо скажем Вялой переписки В этом приложении Оно еще Причем плохо работает Глючит постоянно Кнопки не нажимаются Но сразу видно Что все для людей Сделано Чтобы никто Эту яму Собственно Даже дослать не мог Я дослал И выяснились Интересные подробности Мне сообщили Что Вы знаете Этот двор Он передан Военными Городу Но так как он В разбитом Ужасающем Совершенно состоянии Там разбито Абсолютно все Город его не принял Ну когда-то И все Так можно Да Так можно Конечно И теперь Дома У них Управляющие компании Какие-то есть Но они тоже Ничего не делают Это классические Управляющие компании Простите меня Люди которые работают В этих компаниях Но это классические Управляющие компании Которые ничего не делают Но дворы Они не принадлежат Вообще никому И соответственно Там ничего не происходит Ну вернее Там происходит Все что угодно Разрушение происходит Разрушение Да То есть там Детская площадка Заставлена машинами Тут же валяются шприцы Тут же валяются бутылки Из-под пива Тут же дети катаются С горки Тут же Привыкают к реальности Да И дело в том Что Я вот кстати Оксана Вот это правильно Вы подметили Дело в том Что Я когда на военед Вернулся После большого перерыва Там в 20 лет Я понял В какой-то момент Что люди Это же не сразу У них вот Все так ужасно было Ну то есть Когда-то было хорошо И оно вот постепенно Все хуже 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 Они сами не молодеют Все стареют Потому что Большинство жителей Военведа Это военные пенсионеры Старые люди В большинстве Своем одинокие Да И никто Как бы не молодеет И все ухудшается И они привыкли к этому То есть Они не могут Посмотреть на это Со стороны им кажется Что ну В принципе Так и надо Все таки В русском человеке В нем есть Вот эта вот Вера В том что Ну некий чиновник Некая власть Она сохраняется До сих пор Вера во власть Вера в руководство Что оно должно Что-то понимать Вот у меня После того Как я познакомился С делами на военведе У меня четкое впечатление Что в принципе Никто не понимает Ничего То есть Вот например Есть конкретный Микрорайон Да У него нет начальника То есть У него есть Депутат Депутат Муниципальный У него есть Вот Депутат Заксобрадения Да Сергей Замеховский Среагировал Он приехал Но Они все равно Где-то там А вот какого-то Начальника военведа Его не существует Существует Глава Октябрьского района Такое ответственное лицо Которого можно прийти В состав Октябрьского района Значит он и начальник военведа Ну смотрящий за военведом Скажем так Чтобы было по-ростовски Понятно Нужен кто-то Кому я могу прийти И сказать Иван Степанович Ну что это за грязь У нас Конкретно стоит Я не знаю Сейчас так 7 Порядка 7 Огромных домов Но их одна мусорка Ну то есть В домах нет Ну на мой взгляд Это и глава района есть Извини что я тебе перебиваю А у нас вот Звоночек Кто ступил Я про мусорку Просто хочу рассказать Да Там вот есть компания Чистый город Там написано Но реально Жители сами Военведа Осуществляют Разделение мусора Там бомжи копаются Кто-то берет доски Кто-то Разделяют Разделяют Между собой Разделяй Занимаются Своим делом Кто-то Пластик тянет Кто-то Джинсы Кто-то Значит Картонки Кому металл перепадет И это прекрасно Жители сами организовывают А вокруг Вокруг этой мусорки Прям такая Знаете Десятилетняя Грязь То есть Вот И вот это Там так есть И знаете Я милицию За два года Видел один раз Ну в принципе Вообще Вот что Ехала машина полиции Я объясню почему Потому что машине красивой Полицейской машине Чистой Ей нельзя ехать на военвед Потому что Конечно Во-первых Можно сломать подвеску Во-вторых Негде парковаться Вы можете запарковаться Только в грязи После этого надо мыть Ну какой нормальный человек На чистой машине Поедет на военвед Таксисты отказываются Таксисты приезжают И прям в цвет Мне рассказывают Да я ваш военвед И дальше 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 Тоже по-ростовски Нет Да И они правы Это комсомольская правда Да Ростов 89,8 На этой частоте мы с вами Продолжаем говорить О проблемах нашего района И есть звонок По номеру 333-25-22 Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Представьтесь пожалуйста Меня зовут Алексей Павловский Сосед Сергея Нашего Алексей Добрый вечер Авиамоторная Тульская У многих людей Иногда мысли сходятся Я вот несколько лет Когда вожу экскурсии Через военвед Мы ездим в Таганрог С нашими туристами Вот Я всегда им рассказываю Что мы проезжаем Элитный район И рассказываем Про военвед И там есть свой экскурсовод Отдельный Да Люди верят Скивают И да И только потом Я им рассказываю Ну что я его элитным Называю Потому что я тут Тут живу Вот Вот такая вот история Думаю что Вот в контексте Того о чем мы говорим Нужно Конечно Наводить порядок И очень странно Я сегодня вот прочитал Депутата Отчет о встрече С замглавой По моему Октябрьского района А прочитали уже да У нас тут оказывается Очень много всего бесхозного Вот То есть мы Да Просто никому ничего не принадлежит Да То есть я написал Кадастровая цена земли Вот во дворе Про который я говорю Один рубль Можно купить Правда Ну на самом деле Я написал Просьбу Ну вот Прежде чем присоединить Батайский Оксай к Ростову Присоединить ряд улиц Военведа к Ростову Я предлагаю Военвед к Чалтерю присоединить Это будет более эффективно Во-первых Мы получим синергию Во-вторых В Чалтере прекрасное Огромное количество Прекрасно готовят Вот например Военведе Вот например Военведе Во-первых Есть такой сервис Яндекс.Еда Они значит Доставляют В районе Желтенькие человечки В районе Да Там условно 30-40 минут От ресторана И вот они не работают На Военведе То есть Они работают в центре Вы приезжаете на Военвед Включаете приложение Они не работают Леш, ты с нами еще? Да Да Ну вот Вот скажи Вот что делать Что делать ты по-твоему Понятно что инициатива Сергея Что делать На самом деле действительно Хорошее Я что могу То делаю Ну я считаю Что во-первых Нужно Сохранить Вот То Просто у меня есть Опасение Что Если они начнут Наводить порядок Здесь у нас То Военвед Перестанет быть Зеленым районом Потому что по-моему Это самый зеленый район Это самый зеленый район Ну правда тополя Но тем не менее Да Ну их потихонечку пилят Что-то высаживается Но скажем так Если Даже с западным Сравнивать Который Ну вот По сравнению с северным Более зеленый Да Вот Военвед Конечно даст фору Там всем районам города Потому что здесь Как-то у нас И не вклинивают Новые дома А сейчас 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 Во-первых Сейчас На Аганово Вот военную территорию Отдали в конце Аганово Сейчас там будет Просто гигантский Жилой комплекс И А сейчас Аганово стоит То есть в центр Нельзя выехать Где-то Не знаю Пол седьмого утра Там до девяти До десяти А когда этот Построят комплекс Вообще все Конец Аганово Потом на Каменке Строят прекрасный дом На миллион Однокомнатных квартир И станет Каменка То есть очень скоро На военном месте Жить будет сильно тяжелее А по поводу Зеленого района Я вот хочу Алексей сказать Вот что Я понял следующее Что Жители должны Организовываться Скажем так В группы Чатики Ватсапе Какое-то общение И каждый должен Заниматься своим делом Вот я например Не умею писать Письма в администрацию Но Есть люди Которые умеют Да Но я при этом Например могу Сделать проект В фейсбуке И привлечь Какое-то внимание Вот чтобы было понятно Красавица Ваенвет Следующий проект Это красавица Каменка И это серьезно То есть мы будем делать Про Каменку Отдельный проект И методично Капать 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 В одно и то же место Вода как известно Камень точит И будем вот грузить Этими фотографиями Этой информацией Этими вот Конкретикой Какими-то адресами Сергей У меня такое предложение Мысль давно созрела Я вот Сейчас снова о ней вспомнил Давай По весне Ну скажем Ближе к маю Может быть Все хотят по весне А Ваенвет прекрасен зимой Когда грязь Нет Мысль следующая Давай какой-нибудь День выберем И сделаем Например На Ваенведе Что-то такое День соседа Например И просто Просто во дворах Сделаем какие-то Там я не знаю Где-то чайпитие Где-то просмотры Там кино Где-то там уборку Вот Просто Заставить людей Вот просто выйти В свои дворы Познакомиться И познакомиться И тогда вот Появятся те самые чатики Да Согласен Когда люди собрались Да Посмотрели Чего они могут Во-первых Сами сделать А во-вторых Ну эти чатики Действительно Это там Следующий шаг Будут какие-то Коллективные Алексей Огромное спасибо Очень рад Что заинтересовала Вообще тема Идея отличная Давай весной Свяжемся И выйдем чай пить Да Потому что Господи У тебя куча знакомых У меня куча знакомых Мы тут наделаем Интересных вещей Все Большое спасибо Но чай пить Это как вознаграждение Уже после того Как все дружно Поработали Нет Вот ты сразу Вознаграждай А почему бы с этого Не начать Сначала Я могу Я могу сказать Вот про Спасибо большое Алексей Да Вот я вот про эту Самоорганизацию Тоже думаю Но вот например Если говорить конкретно О Инведи Во-первых Большое количество Пенсионеров И эти люди Ну к сожалению Они уже У них просто физически Нет сил Да Им нужно мусор нести За три дома Каждый день В пятерочку Там какую-нибудь Ходить В очереди стоять Значит Ну как бы Это раз Во-вторых Вот бытие Определяет сознание Понимаете Когда ты идешь Вот снег Сошел со двора А это бутылки Простите Какашки Окурки Все 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 Это все Прям вот Из-под снега Оно Всплывает И у тебя уже Нет никакого Желания самому Вот какой-то Этот условный Окурок Куда-то донести А его и некуда Донести Ну то есть Что было понятно На 10 домов Одна огромная Мусорка Ну равняться Не на что И нет Просто нет Ни одной урны Ты понимаешь Что ну как бы Стыдно вроде бы Как бросить Урны просто Урны просто нет То есть Ты не можешь Ну как Ты в карман Ты положишь Да Или там Ну что угодно Причем это И когда вот этот Снег сходит Становится понятно Да что вот Действительно Оно все так И люди соответственно Сами приходят В это состояние У ни у кого Нет уже Никакого желания Что-то менять Вот они привыкли Что мусорка везде Ну и живут в мусорке У нас на районе Эта программа Посвященная Проблемам наших районов Нашего города В целом Сегодня Сергей Пименов Продюсер в гостях У нас В связи с тем Что собственно У него Этот проект Уже в течение Своим проектом Наболело Наболело у него Как у всего нашего города Вот красавец военметод Проект курируешь Уже целый год Да и Да я его делаю Просто сам В общем Ну там И сам же курирую И сам же курирую В принципе Вы знаете Мне кажется Вот мы звонки Сегодня послушали Просто прекрасные Да Это совершенно Разные Социальные слои Вот там Позвонились Совершенно разные люди С разных районов Проблема везде Одна и та же Мы видим Да Потому что Непонятно вообще Вот для людей Которые живут Где-то Скажем так Не на центральной улице А вот чуть-чуть Влево-вправо А вот центральной улице Они не понимают Вообще Что происходит И вот Я все время На вот эту всю историю Когда смотрю Когда выхожу Ямы вижу Вот непонятно Потому что Вот если бы я был Главой района Не дай бог Да Если бы я был Да Но это же Вот военвед Это идеальная площадка Для продвижения наверх Ну если человек делает карьеру Туда приедет Засыпь там Эту яму Бабушек Всех выслушать Но ты это говоришь С точки зрения того Чтобы получить поддержку От народа Ну это же просто Но ведь ты же понимаешь Что у нас это делается не так Я не понимаю Я вернее понимаю Что у нас это делается не так Но я не понимаю почему Вот на мой взгляд Это все достаточно простые вещи Засыпать яму Поставить новую мусорку Что-то вообще реальное сделать Но дело же в том Что не происходит вообще ничего Вот в чем проблема Если бы хоть что-то происходило Я смотрю на одну и ту же яму На одну и ту же мусорку На одни и те же разбитые гаражи И бабушек Вот там третий год Не происходит вообще ничего Более того Сегодня вот например К нашему проекту Присоединился Сергей Иваненко Фотограф Вот военведский И он пошел по военведу И сфотографировал Сегодня 62 фотографии Колоритнейшие лица Я видел Часть Да Вы не поверите Он фотографировал стену На которой он писал название Там словно Группы КИС В 89 году И оно там до сих пор написано Это реально существующая стена И у меня есть фотография Вот смотрите В 89 году Там было написано Знаешь там Вася лох Да И сегодня у нас 2019 год Мы по фантастике Все же должны уже летать Вы помните На флипперах На флипперах Мы же должны летать На космодром Там на военведе Должны космические корабли улетать А что мы имеем Мы имеем Что в 89 году На та же самая надпись Ничего не произошло Это к вопросу там О капремонтах Там К прочему Да Это вот А даже все Друг за другом Может быть Все таки Это будущее наступило И нас Каким-то машинным временем Перебросило обратно Конечно Вот поэтому Все так и происходит По фантастике Это временная петля Мы в ней оказались Да вот Что было понятно Вот у нас В подъезде дверь Она закрывается Открывается Это дверь У нее одна функция Открываться Закрываться Ей сделали ремонт Ее покрасили То есть ее не поменяли Ничего Ее просто покрасили Что произошло с дверью Она перестала закрываться Она закрывалась Почему ничего не меняют Она закрывалась 72 года Да И вдруг После обычной Простой покраски Она вот закрылась Я хочу просто Обратиться к жителям Друзья Вот я как понял Для себя Единственное что можно сделать Организовывайтесь В маломобильные А может сильно мобильные группы Чтоб каждый занимался Своим делом Найдите в доме Ответственную бабушку Которая ходит Просто по дворам Я не знаю За бутылки Гоняет Уркаганов Да Найдите одного Какого-нибудь Жалобщика Который Пишет хорошо письма Вот как в фильме Там 11 друзей Оушена Да Или там 12-13 Каждый должен заниматься Своим делом Кто-то пусть делает Страничку вашего района Пусть привлекает Внимание администрации Кто-то фотографии Постит Кто-то ходит Жалуется В одиночку Сделать ничего нельзя Соответственно Люди разобщены И они ничего не могут Сделать в принципе Да Вот например В нашем дворе Ну вот никому Ничего не надо Пока А мне вот Рассказывали Историю Помоганова 17 Там в доме Была бабушка Ответственная И вот Она умерла Два месяца назад Бабушка Пенсионерка Вот она была Все было хорошо Она ходила Всех Вот значит Долбила И все было хорошо Два месяца назад Вот она умерла Все Ничего не происходит Ну Ну людское равнодушие Да Это такая Собирайтесь Собирайтесь В группы Абсолютно И чтобы каждый Занимался своим делом Иначе У нас так всегда Будет везде Мусорки Ямы Грязь И непонятно Вообще что Ну вот скажи мне пожалуйста По итогу Вот за Все вот это Время Существования Проекта Хоть где-то В каком-то месте Тебя услышали Что-то Выстрелили Ну вот Что мы имеем По факту Да По факту Есть например Дом Авиамоторная 9 11 и 13 И вот в доме 13 Первый раз Мы снимали сюжет В 2015 году У меня есть такой проект В фейсбуке Ростов сегодня Я пришел И снял там Детскую площадку Она Вот как Как я родился Она уже была Да Металлические качели Да Эти качели Брусья металлические Они за время Вот 45 лет прошло Они значит От солнца От жары Они были такие Знаете Футуристические Такие Конструкции То есть такое Современное искусство Такой Урбанизм Да И мы в 2015 году Сняли про этот сюжет И в 2018 году Там полностью все сделали Сделали двор Через 3 года Я с собой не связываю Я уже вот узнал Вот когда Сергей Владимирович Замеховский Депутат Нашзаксобраний Приезжал Они пробили там Информацию Он сказал Что это Жители организовались Программа Благо Какая-то Приятная Благословность Там классная Совершенно фантастическая Детская площадка Спортивная площадка 3 часа ночи Пацаны играют В баскетбол Фонари Им кайф Понимаете Они в субботу В 3 часа ночи Родители видят Дома стоят Все Свет Они играют В баскетбол Они не где-то там Колятся Соседний двор Ничего такого нет Причем там Прямо водораздел Вот заканчивается Этот двор Прямо видно Вот идет бурдюр А дальше идет грязь Вот здесь вот Жители организовались Это моторная 13 дом Где я родился Сейчас я живу Чуть-чуть В соседнем доме Вот И вот Прямо видно Что вот здесь Договорились И сделали Подъезд мой сделали Опорный пункт Милиции теперь хороший Ты не падаешь Ноги не ломаешь Когда в милицию заходишь Вот Все красиво Но буквально Вот так вот Прошла полоса И здесь грязь Ямы Мусор Гаражи Да И вот Это вот Авиамоторная 13 Есть такая программа Благоустройки Да Там часть Жителей Вносят Средства То есть это Это тоже зависит От народа Они сделали Да А вот Буквально Выходишь Авиамоторная 11 И ты приходишь На мусорку То есть Ты по военведу Когда идешь Ты идешь Постоянно По мусорке И даже то Что в соседнем дворе Такой кайф Нет толчка Получать Слышите Ну Давайте мы тоже так сделаем Давайте у нас тоже так будет Проблема Проблема 50 на 50 В администрации В чиновниках В депутатах И в жителях Прежде всего Пожалуйста Восстановили Парк на Аганово Поставили в центре парка Прекрасную информационную доску Там Уважаемые жители Сделали вам парк Помогите Содержать его в чистоте Что сделали жители А они сломали эту доску Первое что они сломали В этом парке Казалось бы Они написали на ней все слова Какие можно Какие знали Они оторвали Ну какие-то Может хулиганы Там Уркаганы Это тоже жители Это тоже жители Люди Ну вот все что От этой информационной доски Можно было Оторвать Поломать Отогнуть И написать Было сделано Да То есть вот все остальное Видно ну посильнее Но Тем не менее Этот сквер Сейчас он в разы лучше Чем он был Три года назад Потому что Три года назад Там при мне Реально умирал человек Который просто лежал И все проходили мимо Мы ему вызывали Скорую Спасали Все дела И мусор везде Вот Но сейчас вот Жители доламывают Да То есть Здесь вопрос Как к администрации Так и в общем Так к населению Это правда 333-25-22 Что вы об этом думаете У нас буквально минута Да Если дозвониться Поговорим Нет Если вдруг успеете Но Друзья мои Хотелось бы конечно Обратить ваше внимание На то что Не стоит уповать Только на администрацию Но И обратите Вообще не стоит Да Обратите внимание Прежде всего на себя То есть Если там где-то Вы увидели мусор Ладно Вы не можете Его убрать Но хотя бы просто Не набрасывайте Еще больше Это мы можем сделать Просто некуда кидать Нет ни одной мусорки Если это ближайшие мусорки Километр Я думаю Что можно Километр пронести Там бычок какой-нибудь Или еще что-то И тем более Понимаешь просто В чем проблема Бывает такое Что мусор прямо в пакете И ему Это вообще за это бить Ему просто бросили И все Это пожалуйста Тульская моторна Не надо мусорить Давайте вспомним Отличная была социальная реклама В свое время Не надо мусорить Не надо мусорить В родном городе В своем собственном районе Хотя бы начните с этого Ну и конечно Продолжим об этом говорить Продолжим жаловаться администрации И все это будем делать вместе С вами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У нас на районе